Особое мнение на 101FM Добрый день. В Кирове 1306 у микрофона сегодня Мария Кожевникова. Своё особое мнение высказывает управляющий партнёр международной юридической компании Кассин и партнёр и президент фонда поддержки предпринимательства «Содействие» Олег Кассин. Олег, добрый день. Добрый день. Ну что, Илья Шульгин ушёл. Разговоры о его уходе, о всей этой ситуации, о провале нацпроектов в Кирове вроде бы поутихли, но начались новые. Теперь Шульгина обвиняют в том, что в Кирове он сделал много всего плохого. Скидывают на него, я не знаю, ну всё, что можно, но много всего, вплоть до проблем со строительством нового путепровода, хотя началось оно давным-давно, и задержки все эти были, ну, наверное, никак не по вине Шульгина. В частности, депутаты и городские, и областные заявляют, что Шульгин в Киров вернётся, но в качестве фигуранта уголовного дела. И вот, значит, заявляется, что по нескольким эпизодам его деятельности проводятся проверки, например, энергосервисные контракты, водовод Кумён и Киров, недостроенные дороги в новые микрорайоны и так далее. Как думаете, может такое случиться? Если депутаты говорят, то, наверное, располагают какой-то проверенной или почти проверенной информацией. Вполне возможно. Такой вариант я лично не исключаю. Он у нас сколько? Два года, по-моему, был, да? Да, два года в должности главы администрации и год ещё в правительстве. Смотрите, получается, изменений кардинальных в городе не произошло. Но так как он человек деятельный, чем-то же он занимался, исходя из этого, можно предположить, чем он занимался. Слухи ходили, ну и до сих пор ходят, ведь это всё-таки, пока, я так понимаю, неофициальная информация. Говорят, говорят, ну посмотрим, как к себя поведут правоохранители, как будет работать следствие. Проверка ведь идёт. Уголовного-то дела ещё нет. Нет, нет. Ну вот. А проверка – это вещь такая. Либо возбудят уголовное дело, либо нет. Поэтому тут говорить достаточно сложно что-то. Ну, понятно, конечно, на такой должности, естественно, всё равно всегда будут и обиженные, и обойдённые люди, да? В том числе и предприниматели, которые, например, работали там и по строительству, и по некоторым муниципальным контрактам. Ну, конечно. Какие-то, вы имеете в виду, злопыхатели, которые могли бы что-то говорить в сторону? Ну, может быть и да, может быть и так. Так, ведь это ведь как назвать? Можно и злопыхателями, можно и недоброжелателями, можно и честными гражданами, активными депутатами. Всякое может быть. И в данном случае критерием, результатом будет либо возбуждение, ну, на данном этапе этого дела уголовного, если оно будет, либо невозбуждение. Ну, а дальше уже приговор суда, если дело возбудят. Ну, вообще, это как-то уже не новость, будто, да, вот поработал человек потом, после него нашли кучу каких-то махинаций, да, в последнее время. Да это не в последнее время, это, наверное, столетиями всё повторяется. Всегда так было. А вообще, может ли такое случиться, что вот кто-то поработает у нас в Кирове и про него скажут, святой человек сделал столько доброго города, ничего плохого? Это от чего зависит? Может и быть и такое. Это зависит прежде всего от самого человека, от тех условий, в которых человек помещён, если, понимаете, кругом. У нас здесь для всех условия же одинаковые. А я надеюсь, они изменятся. Ну, хотелось бы на это надеяться. А что вы имеете в виду изменятся? Как они могут измениться, эти условия? Ну, например, если мы будем выбирать сети-менеджера прямым голосованием. Ведь это всем понятная демократическая процедура, по которой к власти, да, в том числе к муниципальной, пройдут те люди, которые себя зарекомендовали как честные граждане и профессионалы, в конце концов. Вот хотя бы даже с этого начать, уже, мне кажется, серьёзно изменится ситуация. А кроме всего прочего, если взяли какого-то назначенца и посадили, условно говоря, в коррупциогенную среду, ну, он будет сопротивляться не очень долго. Такова уж человеческая натура, психика, как хотите. Ну, слушайте, и выбирая, ну, допустим, мы не выбираем там сети-менеджера, мы выбираем губернаторов, да, и вот посмотрите, сколько по стране уголовных дел там, когда губернаторы садятся. Ну, губернаторов мы тоже, конечно, не выбираем, но тем не менее, садятся, да, согласен. Вот я вам про что я говорю, систему надо менять, а люди найдутся, которые в этой системе будут работать и честно выполнять свои обязанности. Как бы это ни банально звучало, внедрять демократические процедуры, такие как выборы, ну, честные выборы я имею в виду, с широким обсуждением, с изменением каких-то законодательных механизмов, может быть, даже и законов. Вот сейчас же конституцию меняют, ну, молодцы, конечно, но опять же все делают немножечко не с того конца взялись. Что вы имеете в виду? А я имею в виду, что вся эта затея с изменением конституции касается только того, чтобы действующий президент сохранил свою власть. Ну, к сожалению. Ваше мнение. Это мое мнение, конечно. И больше ничего. Все остальное дымовая завеса, под которой вот это все проходит. Ну, а какие вот пункты конкретно? Возвращаясь на нашу там грешную землю, в город Киров, вот отвечая на вопрос вам, если будут изменены процедуры и введены новые демократические процедуры, и решения будут приниматься с широким обсуждением, в том числе жителей города Кирова, вот тогда ситуация будет меняться. Тогда в городе будет порядок. И тогда появятся, как вы говорите, святые люди, которым при жизни можно еще поставить даже памятник. А тогда будут изменения. Если говорить уже не об уходе Шульгина, наверное, да, все-таки все прошли, проехали, о том, что нас ждет дальше, да. Все там, не знаю, с нетерпением ждут 16 марта, чтобы узнать, кто же станет новым главой администрации. При этом многие, ну, вот тут у нас на прошлой неделе был Владимир Журавлев, который там со 100%, ну, 99%, он сказал, дает тому, что главой администрации будет Осипов, бывший директор Виатов Тодора. Он говорит, что, ну, что тут уже, какие тут могут быть загадки вообще. Вот, я хочу вас вот о чем спросить. Тот самый Осипов стал недавно заместителем главы администрации. Вот, на ваш взгляд, это, ну, действительно какой-то шаг к тому, чтобы он стал сети-менеджером или вовсе это не обязательно? Ну, это как раз-таки логичное подтверждение того, что как раз-таки в этот момент и было принято решение, что господин Осипов, скорее всего, на 99,9% и станет сети-менеджером. Ну, как-то же его туда нужно в администрацию уже вводить. В делах разобраться. Он же в делах должен начинать разбираться. Ведь он там не работал. Поэтому, ну, логичное решение, конечно, сейчас его административно назначить заместителем главы администрации, там, исполняющего обязанности. Это нормально. То есть вы тоже этого человека? Да, его и готовят на эту должность. Как бы нам не хотелось, но вот, к сожалению, сейчас это происходит именно так. Как административный путь назначения на должность сети-менеджера. Ну, вот он такой. Ну, не можем мы говорить все-таки со стопроцентной уверенностью, да? Ну, вот если порассуждать вот про Осипова, сможет ли он, на ваш взгляд, что-то изменить в городе? И что ему нужно для этого? В городе он ничего не изменит. Он будет просто сохранять статус-кво. Вот сложившееся положение дел, не допускать каких-то больших ЧП, провалов, ну, и взлетов, я вам гарантирую, тоже никаких не будет. По одной простой причине. Он человек системы, а система не настроена у нас сейчас ни в городе Кирове, ни в Кировской области, ни в России. И в целом, на то, чтобы жители почувствовали какое-то облегчение и, ну, хотя бы положительную динамику, пусть небольшими, но шажочками, там, на пути к нашему общему благосостоянию. Не настроено почему? Почему не настроено? Ну, так оно сложилось. Вот за эти последние, там, уже, считайте, 30 лет, все к этому и ушло. Мы закрываем свои границы, мы не ориентируемся на какой-либо зарубежный прогрессивный опыт, а у нас идет наоборот, в обратном направлении. Мы смотрим на Китай, на Северную Корею, ну, в этом отношении. И все к этому и идет. Лучше, к сожалению, не будет. И никакой Осипов, и никакой Шульгин. И никто другой получает. Вы хоть кого туда посадите, он сделает, скажем так, максимально все, что от него зависит, но ему даже не дадут каких-то, там, положительных действий совершить по одной простой причине, что система так настроена. А как же выборы 21-го года, казалось бы, надо хоть что-то хорошее людям показывать? Так покажут. Вам же каждый день по Первому каналу показывают, что у нас самые лучшие ракеты. Ну, вот и прекрасно. У нас все хорошо в стране показывают на телеэкранах. Но мы, к сожалению, ни вы, ни я, уверен, там, меня поддержат многие люди, мы не чувствуем на себе, как говорят, в своем холодильнике, никаких положительных изменений. В том-то и дело, ракеты-то вроде бы... Ну, вроде бы, и то мы с вами, да, знаете, не можем знать уж, как они летают. В холодильник не поставишь, да? Ну, у нас сейчас перерыв. Через 20 секунд вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает Олег Кассин, управляющий партнер международной юридической компании «Кассин и партнеры». Олег, ну вот по поводу жизни в городе, да, лучше или хуже она становится. Кировчанам в городе больше всего не нравятся дороги и работа транспорта. Сейчас идет опрос, проводят его московские эксперты, которые разрабатывают стратегию развития Кирова на 15 лет. Вот, кстати, хорошая это вещь или нет, разработки? Да, хорошая, замечательная планы надо иметь, но единственное, их должны делать профессионалы и относиться к этому очень тщательно и ответственно. Так вот, кроме дорог и транспорта, называют среди того, что в городе не очень-то здорово, это недостаточный уровень развития бизнеса и неразвитая туристическая индустрия. Вот согласны ли вы со всеми этими пунктами? Ну и в первую очередь хочу спросить вас все-таки о развитии бизнеса. Действительно недостаточный уровень у нас? Ну, конечно, у нас очень низкая конкуренция здесь и, к сожалению, она будет снижаться. Ну, сами знаете, конкуренция это же двигатель как раз-таки для бизнеса, совершенствоваться, улучшать сервис. Ну, я могу сказать, что город Киров не самый, конечно, плохой, ну и там не в первой десятке это точно. И бизнес сокращается, потому что население у нас очень бедное, оно балансирует на грани бедности и нищеты. И поэтому за счет чего же развиваться бизнесу, за счет чего совершенствовать там сервис? Это невозможно, если кратко. А если говорить в целом, вот вы бы какие пункты отметили в качестве там самых плохих в Кирове и какие в качестве самых лучших? Ну, у нас производственные компании, я имею в виду малые и средние, умирают. Эта тенденция уже не первый год идет и она продолжится. У нас, как вы знаете, и строительная отрасль страдает очень. Все это происходит по одной простой причине. Да и транспорт ведь недалеко ушел. Ну, тоже там никаких сверхприбылей-то нет. Все это происходит ровно потому, что покупательская способность нашего населения очень низка. Как развиваться? Вот поэтому уезжают за пределы нашей замечательной области, откликнувшись на прекрасные призывы о снижении налоговых ставок, будут развивать бизнес другого региона и наполнять бюджет там. Но у вас здесь бизнес зарегистрирован? Здесь, конечно, юридический адрес у нас здесь. Пока так. И нет мыслей куда-то уйти? Мысли постоянного бизнеса есть. У любого адекватного нормального бизнеса они мысли есть всегда. Мы всегда работаем над тем, чтобы снижать наши издержки и повышать наши доходы. Исходя из этого, в том числе, мы же понимаем, где дешевле будет обходиться содержать юридический адрес, например, и саму производственную базу, скажем так. Так мы там и будем работать. Вот ровно так. Это бизнес. Тут ничего, как говорится, непатриотичного-то нет. Ну, раз вы еще не ушли, давайте назовем, что же здесь хорошо в Кировской области. Отсутствие конкуренции. Конкурентов нет. То есть это и хорошо, и плохо. Конечно, да. Для получателей услуг это плохо. Для тех людей, которые смогли найти свою нишу и выживать как-то на рынке, это хорошо. А в остальных областях? А в остальных областях там на порядок больше конкуренции. Нет, я имею в виду в остальных областях жизни, если не брать бизнес. Ага. Что хорошо у нас? Так у нас прекрасные люди, великолепная природа. Ну, я не знаю, мы красивые женщины, в конце концов. И очень много молодых кадров, если ты их успеешь здесь поймать, и они еще никуда не уедут, то это прекрасно. Все, что, в общем-то, не зависит ни от стратегии развития, ни от работы власти. Скорее, вопреки, я бы сказал, чем благодаря. Раз уж мы начали говорить о бизнесе, о его проблемах, давайте вот такой вопрос еще рассмотрим. На последнем заседании ОЗС были приняты налоговые рьготы для бизнеса. Но начну немножко с другого вопроса. С 2020 года лишились возможности работать по ЕНВД торговцы лекарствами и торговцы обувью. Вот насколько эта ситуация для бизнеса критична? Конечно, критична. Я просто знаю конкретных людей, которые просто думают, не думают уже, а реализовывают проект ликвидации собственного предприятия. Я таких знаю. Просто по одной простой причине. Для того, чтобы сейчас перейти на новые киторельсы, нужно сделать китанические усилия. А самое страшное, что был очень маленький период, да? Конечно. Просто люди не успели сориентироваться. И сейчас ведь люди боятся чего. И к некоторым уже пришли. Уже проверяют. Уже смотрят. Как ты работаешь? И подстроился ли ты под новые требования законодательства? Так вот, многие не подстроились. Многие просто еще в растерянности находятся. Куда бежать? Что делать? Это опять же к вопросу о том, что у нас тут конкуренция небольшая. И некоторые предприниматели просто сильно расслабились. И не могут сориентироваться. В очень быстро меняющемся современном мире. И в том числе в нашем региональном правовом поле. То есть в какой-то степени вы и вину бизнеса видите? Так бизнес это же вещь-то какая. Она полностью и целиком отражает то состояние, положение дел, которое находится сейчас. Общество все. А общество сейчас находится в растерянности и в незнании, что делать, куда бежать и что предпринять. Вот поэтому как раз мы и находимся в состоянии стагнации уже не первый год. И к сожалению это будет продолжаться. Пока что-то кардинально не начнет меняться. Когда власть не обратит внимания на тех активных граждан, которые занимаются бизнесом. Это же тоже, извините меня, надо подвиг совершить, чтобы в наше время начать заниматься бизнесом. Это вам не девяностые. И теперь тогда вот к налоговым льготам, которых я начала. 7,5% вместо 15% по упрощенке ушел, потерял возможность НВД и перешел на упрощенку. По системе дохода и расходы вместо 15% 7,5%, по системе дохода 4% вместо 6%. Вот насколько такое послабление, которое дали наши депутаты, нашему бизнесу, это реальная помощь. Почему это всего на год? И что это реальная помощь или это какое-то заигрывание, где есть слово налоговая льгота? Нет, это все прекрасно и все замечательно. В любом случае, то, что сделали депутаты, это во благо, конечно. Даже хотя бы ради того, чтобы улучшить отношение бизнеса к тому же государству, региону, муниципалитету, это прекрасно. Значимого, какого-то решительного, прям такого послабления ведь не было предложено. На самом-то деле, самые большие траты бизнеса, это траты, если мы говорим о налогах, это зарплатные налоги. И имидж улучшился. Но какого-то решающего значения это, к сожалению, не будет иметь. Бизнес как уходил из региона, так и будет уходить из региона. Тут все играет в значение. И в первую очередь, это платежеспособный спрос. А по другим регионам вы смотрели, вот эта же ситуация-то, она не только в Кировской области. Это же лишились все российские бизнесмены возможности работать по НВД. А в других регионах какие-то лучшие условия предлагают? Нет, точно так же. Все стараются как-то смягчить этот период, сделать побольше перехода. Плюсом ко всему же стараются снизить эту же ставку налога по упрощенке. Ситуация одинаковая. Тут небольшой у региональных, скажем так, законодательных собраний, парламентов, небольшой маневр. Решает все равно федерация. И вот все, что могут, делают. Там же еще главная проблема в том, что маркировка, да, обязательно появилась? Конечно. И это дополнительные траты на оборудование? Ну, на оборудование это хорошо, это все в товар включат, и как бы мы с вами пойдем в магазин, заплатим, и для бизнеса это, я вас уверяю, ну не сильно скажется. Но тем не менее, это как бы вот все эти административные там такие механизмы, которые давлеют над бизнесом, они все равно вот не играют на развитие бизнеса. А наоборот, на снижение как раз предпринимательской инициативы точно играют. Это про маркировку. И надо гораздо более плавно и переходный период там в два раза в три увеличивать. Пусть это будет там не полгода, пусть это будет два года. Вот как с кассами? Кому нужны были эти кассы? Ну нет, мы знаем кому, но тем не менее, это же все в цене товара. Но ведь как бизнес-то переживать из-за этого? У меня очень много знакомых, да и думаю, у вас еще больше знакомых предпринимателей, которые в тот самый момент, то есть они, может быть, готовы были еще тянуть там свои маленькие магазинчики, но в тот самый момент, когда пришла необходимость ставить онлайн-кассу, они просто пошли и закрыли магазин. Конечно, да. Если у кого-то есть недвижимость, они просто сдали ИП и стали сдавать этот недвижимость, ну просто, скажем так, в аренду. Все, на этом весь бизнес закончился. Поэтому, да, конечно, конкуренция уменьшилась, для кого-то лучше. Но в целом на предпринимательскую активность населения, безусловно, это сказалось отрицательно. Бизнесы скорее закрылись, чем их стало больше. У нас сейчас перерыв на рекламу и вернемся в студию с другой темой. Да, это действительно программа «Особое мнение». Веду ее сегодня я, Мария Кожевникова, высказывает свое особое мнение. Управляющий партнер международной юридической компании «Кассин» и партнер и президент фонда поддержки предпринимательства «Содействие» Олег Кассин. Олег, еще одна, ну, можно сказать, горячая тема, которая так или иначе все равно обсуждается. Может быть, немножко вот этот вот уже первых дней запал сошел на нет, но все равно речь о мусоросортировочном комплексе в Лубякино, который может появиться, это 10 километров от Кирова, прямо рядом с населенными пунктами. Резко ворвалась вот эта информация в информпространство и такое ощущение, что опять все решили, а людям сказали уже потом. Вот не было у вас такого ощущения? Ну, абсолютно такое ощущение есть. Да я думаю, что это не просто ощущение, это стиль работы наших властных структур. Это действительно так и было. Они, конечно, сильно, я думаю, удивились. Как так? Мы же все решили. А тут какие-то, значит, какие-то активисты, жители, кто такие, что такие. Ну, опять же, отсутствие и политической конкуренции, и конкуренции во власти, оно вот приводит к таким негативным последствиям. Если бы они подготовились соответствующим образом, приехали бы с людьми, поговорили, ну, наверное, так бы резко этот информповод не ворвался в эфиры, значит. А стилем работы вы называете, имея в виду, что? В тиши, кабинетной, все вопросы порешали, заинтересованных лиц вызвали, посоветовались, удобно вам там будет или неудобно, и все. И точка. А то, что скажут там жители, ну, давайте формально съездим туда-то, туда-то, возможно, проведем какие-то слушания, на которые, опять же, в основном мы и приедем. Стиль-то понятен, известен. Всегда так работали. Что сейчас произошло? Ну, Слубягина так не вышло, да, на встречу 400 человек пришли. Ну, так это низкий поклон, скажем так, всем заинтересованным сторонам, в том числе и жителям. Жители понимают, что если они активно не выскажут свою точку зрения, завтра тут КАМАЗы будут вываливать мусор, и им этим мусором придется дышать. Вот и все. А, опять же, власть, ну, вот не учла эти факторы риска, что тут-то конкретно будет конкретных людей касаться эта проблема. Ну, вот если говорить, давайте сначала о спешности, потом о том, что удалось, удается ли людям что-то сделать, выходя и говоря свою позицию. По полигону в Осенцах в данный момент идут судебные разбирательства. Вот не так давно там опять новое решение принял суд о том, что незаконно выдано разрешение на строительство. По-моему, там два судебных процесса идет одновременно, разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот. Нет ли ощущения, что Лубягина – это некая замена Осенцам, потому что есть ощущение вот в соседнем здании, в сером доме, что что-то где-то идет действительно не так, и с Осенцами придется свернуться скоро. Нет у вас такого ощущения? Нет, у меня ощущение другое. Это понятно, это не ощущение, это почти правда. История другая. Как вы сказали, в соседнем здании очень боятся таких столкновений, значит, общественного мнения активистов, в том числе экологических, и властных решений, и власти. Ну, все же знают, что такое ШИЕС, да? И насколько уже в каком тупике там ситуация находилась уже до разгона, прям до арестов, уже до бой не доходило. Этого никто повторений не желает. Подождите, а почему тогда делается все по старинке, как вы говорите? Решили, сообщили? Это осознание пришло после визита в Лубягино ответственных лиц, когда 400 человек пришли и сказали, а вот нет, не хотим. Поэтому сразу же вспомнили все негативные моменты, которые сейчас происходят в Российской Федерации, в сфере защиты экологии и размещения каких-то объектов. Поэтому сейчас все напряженно стали думать, ага, куда же нам сейчас возить мусор? Поэтому и сейчас действительно активно в соцсетях это все обсуждается. Но я думаю, что это прекрасно, что до кого-то хотя бы кому-то удалось достучаться. Это прекрасно, потому что в дискуссии только вот такие решения должны приниматься. И в этом отношении вот здесь не пройдет формальный подход. Я думаю, я надеюсь. И мнение жителей все-таки, хотя бы Лубягино, будет услышано. Но никому не хочется жить на горе мусора. Ну вот недавно как раз состоялось заседание в правительстве, заседание рабочей группы, где уже председатель правительства Александр Чурин сказал, что давайте мы поищем другие места. Отменили общественные слушания в Лубягино, перенесли их до тех пор, пока не будут там рассмотрены другие места. Но чуть раньше Алла Албегова, министр охраны окружающей среды, говорила, что Лубягино это оптимальное место для мусоросортировочного комплекса. Почему? Потому что 26 мест посмотрели. И ни одно не подошло. Вот слушайте, для кого оптимально-то? Вот точно не для жителей Лубягино, я вам вот это точно говорю, понимаете? Потому что это же собственники. Те люди, которые купили эти земельные участки, купили эти дома, которые там постоянно проживают. Многие из них имеют еще и квартиру в Кирове. Но понимаете, насколько капитализация их собственности упадет с размещением там рядом вот этого полигона? Насколько она упадет? Просто вот она будет просто ниже нуля. Ну найдут другое место, допустим, в Юрьянском, ну, к примеру, в каком-нибудь районе, где также будут недалеко жить люди. Пусть ищут, где далеко будут жить люди. Пусть выстраивают инфраструктуру. Пусть, несмотря ни на какие затраты, просчитывают в том числе и риски экологические. Что может случиться, если что-то пойдет не так? И в этом отношении тут торговаться бессмысленно и глупо. Потому что здоровье и жизнь человека – это высший приоритет. И сколько там будет стоить перевозка и там вся инфраструктура? Вопрос десятый по сравнению со здоровьем детей, людей, жителей как раз-таки тех, кто живет рядом. Тут же надо еще рассматривать ведь и эти же подземные воды, ну, все что угодно. Подходить очень ответственно и точно не в спешке. И точно нужно со всеми заинтересованными сторонами находить компромисс. Это не может быть расценено в рублях. Это может быть расценено только в одном смысле – в смысле здоровья нации. Вот именно не меньше. Ну, вот мнение, да, похоже, высказала председатель общественной палаты Наталья Шитько у нас в студии. Она сказала, почему вот один из аргументов, вот кроме того, что там 26 участков не подошли, подошел Лубягин. И есть еще один аргумент – это дешевизна перевозки. То есть отвезти из Кирова в Лубягин, ну, прям удобно и дешево. Но на что Шитько сказала, а почему вы не показали нам, сколько будет стоить перевозка в другие места? Может быть, мы согласились бы? Ну, может быть. Но я и говорю, что это неопределяющий фактор. Мы же когда ракеты строим, я извиняюсь, что все про ракеты. Но мы когда обсуждаем, как полетит ракета там, на какой высоте и так далее, кто-то вообще считает, да, сколько это будет стоить. Нет же, говорится об эффективности ее в первую очередь. Тут такая же история. Нужно в первую очередь говорить об экологической безопасности, только во вторую – об экономической составляющей. В конце концов, мы очень богатая страна, которая добывает нефть, газ, другие там у нас есть источники. Почему бы нам не позволить себе некий шик и не сделать эти объекты максимально экологически безопасными? Я думаю, что мы себе это позволить можем и должны. В предложении темы экологической безопасности, вот новость, свежая новость. Активисты кировские хотят разместить в нескольких городских точках приборы, которые мониторят воздух, которые будут показывать качество воздуха, чтобы эти данные были доступны всем жителям. Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров», один из авторов этой инициативы, говорит, что таким образом независимые экспертные заключения смогут доказать чиновникам серьезность проблемы и повлиять на принятие решений в этой сфере. Вот я хочу вас спросить, насколько интересна инициатива, на ваш взгляд, и насколько можно вот такими вещами повлиять как-то на чиновников? Ну что, они не видят? У нас в Кирове, по-моему, на улицу выйди, просто вдохни, и ты понимаешь, что что-то не то вообще. Нет, джентльмены правильно все делают. Это действительно очень эффективный способ повлиять, в том числе и на общественное мнение в первую очередь. Вообще мировая практика установки сейчас таких приборов. Это прекрасно, то есть это, скажем так, независимые данные, которые объективно поступают на некий ресурс, и где мы можем инструментально сказать, что вот в этом районе города отвратительная экологическая обстановка, а вот в этом еще ничего. Это прекрасно, я считаю. А должны это делать люди, собирая свои собственные деньги, или это все-таки обязанность государства? Или, как говорится, на государство надейся, а сам измеряй? В нашем случае, в любой здравой голове, я думаю, что нужно надеяться только на себя. И государство-то свою функцию, в принципе, выполняет, но только к этой информации у нас не всегда может быть доступ. Все равно же проводятся и мониторинги окружающей среды, и в любом случае у нас для этого есть специальное оборудование, которое куплено на бюджетные деньги. Но если все эти данные еще будут дублироваться, скажем так, из независимых источников поступать информация, я думаю, что нам будет как-то с вами побезопаснее. Всегда же ведь возможно будет, например, не смотря там на какой-то пресс-релиз, да, соответствующий, посмотреть на беспристрастные показания и объективные, что важно, да, показания приборов инструментально, когда вот это все делается и наглядно видно в режиме там онлайн, это, ну, просто здорово. Ну, то есть, на ваш взгляд, это дает возможность какую-то тому, чтобы нас не обманывали и как-то серьезнее следили за проблемой? Безусловно, это так. У нас есть, в конце концов, там, природоохранная прокуратура, куда можно всегда по этим вопросам жаловаться. Ну, как бы сейчас выглядела эта жалоба? Ну, вот пахнет или мне трудно дышать? Ну, а когда мы берем с этого же там, например, с какой-то информационной платформы из независимых источников информацию с этих приборов и уже пишем в этом заявлении, что норма там превышена вредных веществ во столько-то раз, в связи с этим мне тяжело дышать, это совсем другая история. А может ли это как-то на людей повлиять? Не знаю, меньше на машинах ездить, например? Меньше на машинах люди будут ездить, тогда, когда будет общественный транспорт нормально ходить и комфортный он будет. Вот это точно, да. То есть, опять же, от власти зависит этот шаг? Ну, бегунов на Октябрьском проспекте, я вам гарантирую, станет меньше. Потому что, ну, как бы для здоровья, наверное, полезнее не в этом месте бегать, как минимум. Так что это безусловное благо, и они молодцы, что начали таким образом поступать. Для всех польза. И в том числе и для власти. Она, опять же, почувствует конкуренцию в этой области и, возможно, начнет более активно там строить свою политику, опираясь в том числе на данные независимых источников. Это всегда хорошо. Две минуты у нас осталось. Но все же начну тему, которую еще хотелось затронуть. Это все чаще появляющиеся новости о банкротстве застройщиков и проблемах, связанных там с недостроенным жильем, с тем, что деньги дольщиков расходуют на какие-то другие цели. Вот причины этого в чем? Это объективные какие-то вещи? Действительно, вот тот же квартал, на который сейчас заведено уголовное дело, эти деньги, потратил непонятно куда? Нет, понятно куда. Все непонятно. Все понятно. Ситуация будет ухудшаться. Динамика, к сожалению, отрицательна. Если в прошлом году, на конец года, я сейчас, конечно, по памяти, на конец года было 19 проблемных объектов, то сейчас на сегодняшний день их уже 23. Что касается квартала, вы же знаете прекрасно, что квартал это кчуз. Дочка кчуз, да. Так вот деньги-то были не куда-то потрачены. Давайте будем говорить честно. Деньги были потрачены в кчуз, чтобы кчуз смог что-то достраивать и таким образом получать какие-то там деньги для того, чтобы не обанкротиться. Сейчас это звенья одной цепи и отвратительное экономическое положение и стагнация сейчас в общем в экономике Российской Федерации в первую очередь чувствуют на себе строители. Ну а вот смотрите, ушел сейчас Руслан Бондарчук, да, министр строительства. Объясни, одно из объяснений это то, что, ну человек может быть испугался, если грубо говорить, да, амбициозных задач, которые федеральное правительство строит. Вот сейчас 600 тысяч задач построить квадратных метров жилья, а там через несколько лет будет 800 тысяч. Почему? Почему целями строится лишь, ставится лишь увеличение там строительства, когда, наверное, целями местному правительству должно ставиться просто, ну не знаю, вытащить из сложной ситуации строительные фирмы? Я не знаю, почему не я эти цели ставлю, а как бы какой логикой там руководствуется власть имущая, когда ставят такие цели. Да простой, циферки должны расти, вот и все, это же самый простой способ и метод. А что касается недостроенного там жилья и всей этой строительной сферы, так нет спроса-то платежеспособного. Ипотеку-то себе никто не может позволить платить эти ипотечные взносы. Вот и все. Никто покупать и сейчас не покупает, и не покупал уже, и покупать не станет в ближайшей какой-то исторической перспективе. Поэтому будет отрасль эта конкретная стагнировать. И боюсь, там у нас будет всего 2-3 игрока в Кировской области, которые будут на рынке. Ну вот на этой печальной ноте, но, к сожалению, нам нужно заканчивать нашу программу. Спасибо, Олег, вам за разговор большой. Доброго дня вам и всем слушателям. До свидания.